Фанаты своего дела. Сегодня на традиционном торжественном награждении в честь Дня молодежи России собралась именно такая молодежь. Активная, инициативная, не безучастная к проблемам города и своих сверстников. Здесь члены антинаркотического патруля, создатели и участники проектов «Безопасность на дорогах», «Народный контроль», «Читай Сочи». А еще музыканты, граффитисты, волонтеры, победители различных всероссийских конкурсов, КВНщики, спортсмены, выдающиеся представители молодежных субкультур, то есть все, кто вносит вклад в развитие молодежной политики города. В нашем городе столько различных мероприятий каждый год, каждый полгода, очень много разного уровня мероприятия. Наши студенты, конечно, стремятся посетить их, быть участниками и даже становятся организаторами этих мероприятий. И Сочи дает для наших студентов вот именно большую площадку возможностей, где мы прокачиваем свои профессиональные навыки, личные качества и стремимся только к лучшему и большему. Активная гражданская позиция и потенциал самого Сочи. Именно эти компоненты уверены руководству курорта и открывают потенциал талантливой молодежи. В своем городе ребята имеют возможность получать и гражданское, и патриотическое воспитание. Знают, что такое культурные и нравственные ценности, в том числе благодаря волонтерскому движению. Сегодня молодые сочинцы сами становятся инициаторами открытия кружков и секций по интересам. Организовывают мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде. Состоят в молодежном совете при главе города. Ну и Олимпиаду, а сегодня и чемпионат мира по футболу местные ребята также не обошли стороной. И естественно все эти и многие другие событийные мероприятия дали самовыразиться нашей молодежи. И сегодня у нас замечательная молодежь. И у нас 300, как я уже говорил, молодежных организаций. Какая-то большая, какая-то поменьше. Но все они заняты тем, что занимаются воспитанием молодежи, занимаются поддержкой молодежи. Самые счастливые молодые люди, конечно, живут в Сочи. Это не только я думаю, потому что говорилось всегда так. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Вот они знают. Впереди новые возможности. В том числе в творческом плане на курорте открылся муниципальный театр. Что касается спорта, то в наследство от Мундиаля городу достанется целых три тренировочных поля. А это значит, возможности для занятия футболом открываются еще для сотен сочинских ребят. Инга Габеш и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ.